Ровно год назад мы сняли проект самые плохие дороги в Украине. С тех пор многое изменилось. У нас новый президент, у нас пандемия ковида и проект Вылык и Будемниство, она же большая стройка. Тем не менее, несмотря на Зеленского, жизнь продолжается и мы спустя год выезжаем по тому же маршруту для того, чтобы сделать аудит Вылыкому Будемниству и вообще проверить, что же произошло вот с теми гениально раздолбанными дорогами. Вы смотрите программу две лошадиные силы и проект самые плохие дороги два аудит большой стройки. Если я все правильно помню, наш первый маршрут был Киев, Кривой Рог. Но я честно говоря, с таким световым днем не уверен, доедем ли мы за один день до Кривого Рога. Особенно с учетом съемок. Возможно, мы остановимся в Крапивницком и только потом поедем на Кривой Рог. Дорога сама рассказывает свои истории, а мы всего лишь показываем, как все происходит. В общем, N8 начало нашего пути. Первые девяносто километров пути меня абсолютно не впечатлили. Обычное украинское асфальтовое бездорожье. Ну, вот, мы въехали в Черкасскую область и видим первый щит. И на этом щите написано, что вот, вот оно начинается в Илык и Будемныство. И сейчас мы все увидим своими глазами. Кстати, очень забавно выглядит вот эта надпись президент Украины, потому что навряд ли в Конституции в обязанностях президента прописана постройка дорог. Хотя, кто читал ту самую Конституцию? Ладно, поехали смотреть на стройку. А я ведь прекрасно помню это место. Ровно год назад мы здесь снимали расстрелянное асфальтовое покрытие из минометов. Здесь все было в хлам. Здесь вообще об асфальте речь не шла. Одни колдобины и ямы. А сейчас я не верю своим глазам. Да, причем тут глаза? Я не верю своим рукам. Вот оно покрытие, вот разметка, вот бровка. А что самое забавное, может быть интересное, по обочине дороги у нас нет будяков. У нас зеленая травка. Это действительно по-европейски. В общем, хорошее начало. Партнер нашего проекта бренд эйсер и один из компьютеров этой марки будет путешествовать вместе с нами всю дорогу и помогать монтировать, а также обрабатывать все те материалы, которые мы для вас приготовили. Черкасская область нас встречает на удивление отличным дорожным покрытием, хорошей разметкой, отбойниками, а сделано все настолько качественно, что мне даже захотелось повторить наш испанский эксперимент, когда мы ставим на торпедо чашку или стакан с водой и проверяем, не расплескается ли это самая вода. Понятное дело, что у нас пневматическая подвеска, но обычно на дорожном покрытии в Украине вы по дороге из Киева в Черкасса из молока делали масло и ни о каких экспериментах с водой и чашками речь не шла, но теперь, похоже, все изменилось. И знаете, пока ничего не расплескалось, а вот эти вот самые бульбашки символизируют выступление оппозиции по поводу того, что дороги не строятся или строятся некачественно, то есть строятся и тут же разваливаются. Ну, вы знаете, пока на самом деле на это не похоже. Более того, вот мы сейчас проезжаем участок трассы на Черкассе и я судорожно пытаюсь найти тот кусочек, вы сейчас его увидите, где была знаменитая яма глубиной там выше щиколоток, которую я замерял, она там простояла лет десять, а может быть пятнадцать. Так вот, я даже места этого не нахожу. Все снесено. Новые отбойники, новое дорожное покрытие, новая дорожная инфраструктура. Еще раз повторюсь, начиная с Черкасской области, за исключением нескольких участков, где еще проводятся ремонтные работы, все остальное выглядит действительно по-европейски. И еще раз посмотрите, ничего не расплескалось до сих пор. Миракли. Есть и так себе новости. Готовый классный европейский участок длился километров десять. А потом начались ремонтные работы. Дорога строится, все в процессе. И вот, кстати, мы видим сейчас фуру, которая перевернулась. Интересно, почему, зачем и как так случилось. Я надеюсь, что водитель не пострадал. Сейчас, я так понимаю, что мы будем эпичными свидетелями того, как фуру будут поднимать при помощи трактором. Субтитры сделал DimaTorzok. Фура спасена. Все отделались, похоже, легким испугом, но также вот это вот событие, оно очень ярко характеризует ситуацию на дороге, где ведутся ремонтные работы. Здесь нету отбойников. Здесь обочины срезаны, высота может достигать двух метров. Очень легко съехать с этого покрытия ночью, например, без разметки и таким образом попасть в аварию или просто поймать крышу. Также помните о том, что вам нужно быть не только осторожным, но ваш путь скорее всего удлинится. Да, дорожное покрытие стало качественнее. Вроде бы можно ехать быстрее, но ремонты продолжаются, поэтому очень часто полоса встречная или ваша будет перекрыта, поэтому вам придется стоять в микропробках. Также по обочине вы увидите огромное количество ремонтного транспорта и не только на обочине, они могут стоять прямо посреди дороги для того, чтобы доделывать разметку. В общем, ремонт на дороге это опасно и не быстро, но в конце это точно хорошо. Перед нашей поездкой я долго думал на каком же автомобиле остановиться, послушал министра инфраструктуры Крикли Яй и думал уже брать либо спортивное купе, либо какой-то роскошный седан, потому что по его словам уже с дорогами все отлично, бимбо. Потом послушал предыдущего министра инфраструктуры, господина Амеляна и понял, что наверное со спорткупе горячиться не нужно и поэтому я остановился на компромиссной модели на шикарном, но все-таки внедорожнике, который называется линдровер Defender. Прошу любить и жаловать, это наш неизменный спутник на все эпизоды самые плохие дороги в Украине. Кстати, Defender очень соответствует новым модным веяниям среди украинских политиков и чиновников, которые мечтают об Украине в смартфоне, потому что Defender на сегодня это смартфон в Украине. заехали на дамбу возле Черкасс. Здесь дорожная покрытие делали по переднике и надо сказать, что тоже все качественно, пока ничего не развалилось, а вид с дамбы по-прежнему очень хорош. Конечно, не хватает гондол и вот там вдали, чтобы вместо Черкасс виднелась Венеция. Ну, знаете, не все сразу. Давайте начнем просто с асфальта. Выехали из Черкасс в сторону Смелы. Появился какой-то интересный участок дороги. Видно, что строят четырехрядную полосу. Потом это все соединят, но пока все в режиме ремонта. Правда, хватило всей этой истории на несколько километров. И дальше началась украинская классика. Можно сказать, раздолбанные страшные дороги. Хотя еще год назад они казались очень даже неплохо на фоне того ужаса, который нас ожидал впереди. Сейчас, конечно, после тех автобанов условно, которые мы видели на подъезде к Черкассам, вот эти колдобины терпеть уже не хочется. Проехали смело, добрались до наших прошлогодних знаменитых бочек. Красивое было видео. Сейчас тоже сняли. И обнаружили, что асфальтовое покрытие, верхнюю часть обновили. Все уже хорошо. И дальше дорога выглядит тоже очень прилично. Есть разметка. Никаких колдобин, никаких ям. Можно ехать с достаточно высокой скоростью. Ну, можно было бы ехать с достаточно высокой скоростью, если бы было четыре полосы, так их две. Поэтому ты едешь, естественно, по самому медленному, а не по самому быстрому. Потому что фуры на встречу появляются с завидной частотой. Тем не менее, нам до Кропивницкого остается семьдесят пять километров. Очевидно, что до Кривого Рога мы не добираемся в световой день. Потому что вот-вот стемнеет. Я вот уже двадцать лет занимаюсь автомобильной журналистикой и очень хочется сказать, что я устал и ухожу, но нет. На самом деле за эти двадцать лет я понял, что украинцы очень любят автомобили и шару. И поэтому я решил объединить эти две вещи и создал маркетплейс новых автомобилей, которые вы можете приобрести с максимальной скидкой. Называется маркетплейс Карбимбо и уже сегодня там есть автомобили скидки, на которые достигают восьмиста тысяч гривен и я абсолютно не шучу. Так что, дорогие друзья, если вы нуждаетесь в новых автомобилях с максимальной скидкой, то Карбимбо это для вас. Я также знаю, что на меня подписано большое количество дилеров. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы о ваших уникальных предложениях узнали все, давайте сотрудничать, поверьте, условия вам понравятся. От Киева до Кропивницкого триста три километра и мы проехали из них уже двести восемьдесят. И знаете, я себя поймал на одной мысли. За все это время, пока на дороге я не обнаружил ни одной ямы. В той смысле, не большой ямы, не ямы, которая оторвет вам подвеску, не ямы, в которой вы поломаете диск. Я не заметил ни одной даже маломальской ямки. Ладно, я вам соврал. На самом деле ямка таки обнаружилась. Одна на триста километров. Она не такая уже глубокая. Ну, может быть, ростом Зеленского или чуть меньше. Кстати, в пятом квартале такие шутки любят, а мы учимся у лучших. В общем, вердикт такой. Одинокая ямка, мне ее жалко. И всего на триста километров. Одна вот такая, об которую даже диск толком не разломаешь. В общем, спасибо, товарищ Зеленский, за наше счастливое детство. Хотя, безусловно, трассу Киев-Кировоград сегодня нельзя сказать, что это какой-то видимый, зримый, грандиозный результат большой стройки. Что-то делали в попереднике, но если говорить о кусочке Киев-Черкасы, то здесь видно, что деньги вложены. Похожа ли это вся история на большую стройку? Ну, от Киева до Черкас однозначно да. Дальше это достаточно приличный и качественный ремонт. При том, что мы много раз видели, что вся эта история еще не закончена, что ремонт продолжается, а кое-где снято полностью дорожное покрытие для того, чтобы сделать абсолютно новые участки. В любом случае, теперь от Киева до Кропивницкого можно доехать не только на внедорожнике. Я думаю, что теперь до Кропивницкого можно доехать даже на каком-то наглом и шикарном купе от Ягуара. Напоминаю, что вы смотрите спецпроект программы две лошадиные силы, который называется Самые плохие дороги в Украине два. Аудит большой стройки. До встречи, друзья. Вас ждет второй эпизод. Сегодня стартуем из Кропивницкого в Кривой Рог. Google карты показывают, что туда сто пятьдесят километров, но при этом ехать три часа. Ровно год назад мы путешествовали по этому отрезку дороги. Там реально тогда можно было потерять и подвеску, и автомобиль. Особенно впечатлила Петрова. Настоящий трэш и угар. Да, да, да. Вы смотрите проект Самые плохие дороги в Украине. Эпизод два. Аудит великого будивництва. Наша дизельная ласточка эко-френдли, но это стоит денег. Десять литров Эдблю, триста шестьдесят гривен. В принципе, должно хватить где-то на десять тысяч километров, по моим подсчетам. Проехали уже двадцать километров. Отличное асфальтовое покрытие. Дорога узковата. Кое-где еще не нанесли разметку. Кстати, по дороге познакомились с ребятами, которые занимаются нанесением этой самой разметки. Работы у них много. До конца года точно есть. Даже не успевают, потому что с погодой не всегда везет. И также не везет с водителями, потому что, оказывается, наши участники дорожного движения не всегда правильно понимают, что им делать, когда эта самая разметка наносится и начинает передвигаться в хаотичном порядке и пересекать эту самую разметку. Дорожным покрытием я доволен. Строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки. В общем, не похоже, чтобы это была какая-то бутафория или Потемкинское село. Впрочем, у нас в стране всякое бывает. Тем не менее, первые двадцать километров это просто, ну, не европейский автобан, но качественная европейская дорога какого-нибудь местного значения. Не автобан, конечно. Я всегда говорил, да и вы сами знаете, что Украина это очень красивая страна. И теперь, когда появляются нормальные дороги, эту самую красоту можно наконец-то рассмотреть. Потому что раньше вы были сосредоточены только на выживании. И вот эта вот новая инфраструктура с красивыми дорогами, с правильной разметкой, конечно, эту красоту оттеняет и эту красоту усиливает. И это правда, я не преувеличиваю. Очень красиво, очень здорово. У нас через триста метров поворот на Петрово. Честно говоря, это удлиняет нашу дорогу на один час. Но в прошлый раз мы ехали именно этим маршрутом на Кривой Рог, поэтому мы придерживаемся хронологии событий. Я думаю, что там тоже, наверное, какой-то ремонтик сделали, а может быть и нет. Потому что, ну, как бы три часа на сто пятьдесят километров это многовато. Окей, увидим. Свернули на Петрово лазоватку и все стало на свои места. Вот они родные латки. Вот он раздолбанный асфальт времен Советского Союза. Дальше, я так понимаю, будет интересно. Кстати, вот по дороге встречных автомобилей не наблюдается. Я так понимаю, что все пользуются уже дорогой там, где реально проходит в Илыке Будемныство, а здесь пока проходит вариант маленькие латочки. Это еще одна небольшая программа, частично от местных властей, у которых просто не хватает денег на содержание этого всего. Ну и, конечно же, не доходят руки у Кравтодора, потому что дорог у нас много, а асфальта нет. А сейчас мы воспользуемся нашей знаменитой секретной техникой, которую нам подсказали в прошлых эпизодах год назад. Вы просто съезжаете вот с этого асфальтового бездорожья на прекрасные грунтовые дорожки, которые проложены и фурами, и местными фермерами, и, в общем-то, даже легковыми автомобилями. И здесь, в общем-то, ямы чувствуется гораздо меньше, чем вот на той дороге, на которой вроде бы асфальт. Хотя, конечно, когда выпадет дождь, и все вот это размокнет, и эти дороги развезет, то, конечно, придется пользоваться только вот теми колдобинами. Здесь можно будет застрять даже на внедорожнике. Тем не менее, мы начали ехать значительно быстрее. Очень трогательно. Я сейчас вижу перед собой знак. Осторожно, впереди ямы. Что же было до этого? Но, зная, что просто так такие знаки у нас не ставят, я уже сбросился до скорости 15 км в час в ожидании того, что нас там ждет какой-то провал или какая-то катастрофа, разлом Сантандер. Не знаю. Не знаю, что вообще сподвигло строителей вот здесь посреди ничего поставить знак осторожно ямы. Так до этого 10 км ямы такие, что мама не горюй, и после этого тоже. Получается, что в нашем новом путешествии практически в каждом эпизоде происходит катастрофа. Вчера была фура, а сегодня мы испытывали наш дрон в автоматическом режиме. Ну, что вам сказать? Работает 50 на 50. Воздушное судно не опознало дерево и практически его снесло. Вот такая вот история. Но, слава богу, все работает. Обделались легким испугом. Надеюсь, что третий эпизод у нас пройдет точно без каких-либо происшествий. Продолжение следует... 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 или действительно полностью восстановленная дорога похоже придется снимать плохие дороги 3 через год например а вот кстати ремонт а вы нижний шар тоже разрезали скажите пожалуйста а вы нижний шар тоже разрезали асфальт так нет поверх кидаете в очередной раз пообщались со строителями ребята подтвердили мои подозрения они не снимали нижний слой дороги ничего там не переделывали просто выровняли все срезали и поверх положили ну наверное слой где-то сантиметров восемь или даже десять не знаю как правильно называется такой ремонт наверняка специалистам виднее когда и где нужно полностью снимать нижний слой я-то все-таки не специалист так просто белим красим мне показалось что давно пора но факт остается фактом даже посредине чего in the middle of nowhere кое-где вылык и будинниц отрывая и мы получаем вот такое достаточно качественное дорожное покрытие да безусловно остаются вопросы как долго оно протянет но как по мне если здесь не будут ездить какие-то грандиозные огромные фуры а будут передвигаться просто местные жители то эта дорога простоит здесь вечно и это точно в тысячу раз лучше чем то что было здесь раньше заканчивается асфальт начинается петрова и раньше это был ужасающий участок дороги по которому передвигаться можно было только на серьезной технике на серьезных шинах и надеяться на то что тебе повезет посмотрим что изменилось за год сейчас я еду по очень раздолбанной дороге здесь латка на латке яма на яме и только благодаря пневматической подвеске Defender я сейчас по этой дороге могу ехать с неприличной скоростью девяносто сто километров в час при том что я понимаю что я рискую повредить диски рискую повредить шины и в целом не понимаю как долго пневматика может противостоять всему этому беспределу ну правда Defender все-таки создан для того чтобы преодолевать страшное бездорожье в том числе и асфальтовое и наверное таким режимом он готов если не готов то ну как бы мы вам об этом расскажем и покажем до самого ужаса мы еще не доехали но я вот уже нутром чую что мы близко я думаю что последний раз местные жители разметку на дороге здесь видели когда отступали немцы то же самое и с новым асфальтом по которому я сейчас еду неожиданно периодически появляются хорошие отрезки дороги три четыре пять километров кошмаров пока никаких нет вообще есть ощущение того что я поехал не по той дороге и заехал совсем не туда потому что это не похоже на то что было год назад только что закончил один стендап на фразе что это не похоже на то что было раньше а теперь похоже вот этот самый грандиозный кусочек его такие похоже так и не сделали но потихоньку что-то пытается делать яма на яме колдобина на колдобине вот там впереди мотыляется фура которая пытается добраться похоже до свежего куска асфальта чтобы его уничтожить потому что может быть она перегружена я не утверждаю это оценочное суждение но в конце концов вот те самые дороги разрушили не жигули у меня есть такое подозрение черт возьми приятно все-таки осознавать что в этом скоротечном изменчивом мире есть что-то стабильное например вот такие вот дороги в украине хотя кто знает кто знает может быть через несколько лет и сюда доберутся вот эти вот асфальтовые полосы или хотя бы прекрасные латки из пустыни нас к ну а пока пока все остается точно так же как и было год назад а чтобы было если бы мы никуда не сворачивали сейчас я вам покажу хохо м шарпулируем от п л ну а и Продолжение следует... Ровно год назад, когда мы снимали вот те ужасные раздолбанные дороги, которые сейчас превращаются в приличные, определенная часть зрителей язвительно задавала вопросы, а почему, Рауль, вы не снимаете, например, самые хорошие дороги в Украине? Почему вы пытаетесь дискредитировать нашу нынешнюю власть? Ну, понятное дело, это были люди, сторонники прошлого президента Украины, Петра Порошенко. Они были недовольны тем, что мы показывали плохие дороги, хотели, чтобы показывали хорошие, ребята, вот я показываю хорошие и жду от вас, наверное, каких-нибудь хвалебных сейчас уже постов, типа, ну, наконец-то, наконец-то вы показываете хорошие дороги в нашей красивой Украине. Спасибо, Рауль Раульевич, за то, что вы это делаете. Еще один важный аспект, который вы будете обсуждать, это, конечно, сколько было украдено с этих дорог и насколько качественно их построили. А самое главное, кто будет контролировать вот эти многочисленные фуры, которые ездят перегруженные до сих пор по Украине и с легкостью могут растоптать вот эти все зарождающиеся. Ростки инфраструктуры. И понятное дело, что у меня нет ответов на эти вопросы. На них будут отвечать антикоррупционные органы, на них будут отвечать украинские суды, на них будут отвечать правоохранительные органы, ну и, конечно, это все будут обличать оппозиционные силы и честные непроплоченные средства массовой информации. Вот такие, как мы. Показали вам сначала плохие дороги, через год поехали и показали, что изменилось. Дальше вы сами решайте, изменилось или нет. Глядя на эти залежи нового гладкого асфальта, меня, честно говоря, уже начинает душить жаба. В Киевской области дороги уже выглядят не настолько хорошо, как мне казалось ранее. А теперь важная информация, которую вы не должны пропустить. Партнер нашего проекта бренд Acer и при помощи ноутбуков Acer вы можете зайти и познакомиться с моим новым проектом Carbimbo. Это маркетплейс новых автомобилей с максимальной скидкой. Я, например, вчера там путешествовал и нашел Ягуар, который вы можете приобрести с выгодой в 600 тысяч гривен. И я не шучу. Так что, ребята, цените и любите наших партнеров, потому что они помогают нам создавать хороший и качественный контент. Что ж, по итогам первых двух эпизодов я готов сделать выводы о том, что дороги у нас появились и осталось теперь только построить города, в которые хотелось бы ехать по этим дорогам. Сегодняшний наш маршрут Кривой Рог Николаев. Google обещает, что 163 километра мы преодолеем за 2 часа 20 минут. Я прекрасно помню, что в прошлый раз он обещал 4, а мы проехали за 5. Я очень люблю говорить, что та дорога напоминала трэш и угар. Там без пикапа или какого-то супер подготовленного автомобиля делать было нечего, но при этом появлялись даже легковые автомобили. И мы там увидели много интересных лайфхаков от украинских автолюбителей. Ну и понятное дело, что вы смотрите самые плохие дороги в Украине. Вторую часть аудит великого будивництва. Продолжение следует... Сейчас вы увидите автобусную остановку, которая в скором времени станет настоящим киноляпом во многих украинских кинопроектах, которые на трассе Кривой Рог Николаев будут пытаться снимать какую-нибудь европейскую историю. Дорога-то у нас уже как в Швейцарии, а остановка как в Советском Союзе. Еще я не могу понять, как до сих пор здесь никто не написал слово хотя, конечно, это дело времени. Меня очень беспокоит тот факт, что мы снимаем уже третий эпизод и нигде на дорогах не видели весового контроля. А ведь это очень важно, особенно на такой трассе, как Кривой Рог Николаев. Вот эти фуры, которые сейчас появляются завидной частотой на трассе, они эту самую дорогу без весового контроля могут уничтожить в течение года, а может быть и быстрее. Ровно год назад мы проезжали этот маршрут, но из Николаева в Кривой Рог и я точно помню вот этот стендап в Казанке возле танка, когда я сказал, что Казанка закончилась, дальше только на танках. Так вот сейчас из Кривого Рога до Казанки, ну, не то чтобы совсем идеальная дорога, еще кое-где нету разметки, кое-где нету ливневок, нету отбойников, но асфальтовое покрытие уже на очень хорошем уровне. Уже настолько на хорошем уровне, что у меня какой-то дежавю возникает. Я вообще не верю, что в прошлый раз мы ездили по полям и скакали здесь на пикапе как сайгаки. Сегодня просто едешь. И еще надо добавить, что из путешествия по украинских дорогах исчезает что-то важное. Наверное, ощущение вот чувства подвига, что ты выезжая вообще не знаешь, ты куда-нибудь доедешь и вернешься ли ты домой вообще? Есть у меня и не очень хорошие новости. Между Новым Бугом и Баштанкой есть старые участки дороги, но качественные и новые участки дороги и тоже качественные, но при этом уже появилась колейность. И самое главное для того, чтобы понять, кто же это все сделал, не нужно проводить какие-то сложные и дорогостоящие расследования. Просто едьте по колее и вы наверняка приедете в Николаевский порт. А если развернуться, то наверняка приедете к какому-нибудь большому зерновому элеватору. И благодарите. Когда в 2020 году под Баштанкой ты внезапно съезжаешь на грунтовую дорогу на Дефендере, это выглядит как благородное развлечение, как благородный бунт. Но ровно год назад в этом благородном бунте на грунтовках участвовали фуры, жигули, москвичи и в общем все, что хотело добраться, например, из Николаева в Кривой Рог. И кстати, вот эти самые альтернативные автобаны до сих пор остались. Поэтому, когда оппозиция начинает кричать, что скоро весь этот асфальт развалится, ничего страшного, ребята. Вот те грунтовые дороги, которые вы построили, до сих пор в строю рабочие. Просто опять съедем сюда и будем передвигаться, как это делали 30 лет подряд. Ну, в чем проблема? Все же на месте. Мы все знаем, что жители Николаевской области это наследники доблестных скифов и кемерийцев, наследники знаменитого конана-варвара. И у меня есть подозрение, что в ближайшее время они могут бросить оседлый образ жизни, который был навязан этому народу предыдущими украинскими властями и перейдут снова к кочевому, потому что у них появились дороги. Мне кажется, что ближайшие районы могут снова подвергаться набегам, особенно их продуктовые магазины. Но это все шутка, друзья. Мы все знаем, что жители Николаевской области это становой хребет Украины. Они очень хорошо смотрели наш предыдущий проект. Нас очень хорошо смотрели жители Баштанки, передавали приветы. И теперь у меня вопросы к вам, дорогие друзья. Хочу получить от вас фидбэк. Насколько качественно настроились эти дороги? Ведь вы были свидетелями этого невероятного свершения. Насколько вот эти самые дороги уже повлияли на качество вашей жизни? Нужны ли они были вам вообще? Может быть, надо было выдать людям по 400 гривен? Или масло Рошен, которое вот сейчас недавно вышло? Там какой-то невероятный процент жиров. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, потому что оно для нас очень важно. Добрались до населенного пункта Добра Крыныця. И на моих глазах воплощается мечта украинской полиции по поводу трукамов и по поводу камер видеофиксации. Потому что, наверное, впервые за 30 лет жители этого населенного пункта наконец-то могут попробовать нарушить правила дорожного движения. И ехать не 15 километров в час, как раньше, а 74. А может быть, даже 75. Хотя тут я уже, конечно, иронизирую. Хороший асфальт положили. Да, дорога узкая, но при... Вот, Жигуль меня обогнал как стоячего только что. Но разметка есть. Вот-вот, кстати, и нарушители уже поехали. Дорога в хорошем состоянии. Узкая, но с разметкой, с обочиной, со столбиками. В общем, настоящая фирма. Другой вопрос, когда это все опять и снова разрушат вот эти вот самые фуры. Вот сейчас едет фура со скоростью 50 километров в час с прицепом. Ну вот, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что она немножко перегружена. Партнер нашего проекта, бренд Acer и один из его ноутбуков будет путешествовать вместе с нами, где мы будем обрабатывать все видеоматериалы для того, чтобы вам было интересно, а нам удобно. Ну и, конечно же, помните о моем новом проекте маркетплейсе новых автомобилей от официальных дилеров с максимальными скидками. Называется он Карбимба. Мы сейчас проезжаем Марьинку. И мы видим, что если раньше по этой дороге никто не ездил, были альтернативные собачьи тропы вот там в полях, о которых мы уже говорили и показывали, то сейчас отличнейшее асфальтовое покрытие. И все очень и очень хорошо. Теперь я понимаю, почему для преодоления 163 километров, которые соединяют Кривой Рог и Николаев, теперь вы потратите 2 часа, а не 4, как раньше. Потому что дорогу таки построили. Глядя на это все асфальтовое изобилие, многие могут задать вопрос, а зачем же вы тогда взяли в путешествие Defender? И у меня для вас, ребята, есть отличный ответ. Потому что Defender это, наверное, лучший внедорожник для езды по асфальту, но если нужно, вы в любой момент практически на той же скорости можете съехать на бездорожье и практически не почувствуете разницу в комфорте. До Николаева остается 18 километров. В кое-где еще старый асфальт снят только верхний уровень, но есть, как всегда, и хорошие новости. Мы только что сняли отличное видео для пиар-команды президента. И спикеры уровня Николая Тищенко или Мендель могут смело утверждать, что вылык и будивныство видно прямо из космоса. КОНЕЦ У нас тут пособирались характерные актеры второго плана и они не дадут соврать. Дороги уже построены. Осталось отстроить города. В нашем прошлом путешествии направление Николая в Кропивницкий мы признали самой ужасной дорогой Украины. Ты видишь это? И сегодня мы возвращаемся сюда спустя год. Нужно проехать сто семьдесят километров, но в прошлый раз Google говорил, что проедем за четыре часа. Сейчас два восемнадцать и глядя на это бетонное покрытие, я понемножку понимаю, почему. Я понимаю, что ремонт еще не окончен, но вот эта Стелла Николаев мне напоминает, знаете, ракету, которая упала на землю и не взорвалась. Бетонная дорога на отрезке Невчонки Николаев-Кропивницкий это самое лучшее и самое логичное, что могло произойти. Портовый город, много грузов, все понятно. Очень здорово, что дорогу строят с нуля, вот это насыпь, где-то полтора метра, все похоже сделано по уму и сделано на очень хорошем уровне. Сейчас идет благоустройство обочин, хотя мы проехали еще только пять-шесть километров, все выглядит очень и очень неплохо. Просто теперь осталось понять, как много этой бетонной дороги уже построили в сторону Кропивницкого. Я знаю, что немного людей в Украине ездило по бетонным дорогам, поэтому сейчас коротко расскажу о своих впечатлениях. Конечно, это не так комфортно, как на асфальте, автомобиль иногда потряхивает, даже когда ты едешь на пневматической подвеске, но в целом достаточно комфортно и к этому привыкаешь. Ехать можно быстро, ехать можно очень быстро и безопасно. Почему я так говорю? Потому что шестьдесят процентов дорог в Америке это бетонка и где-то сорок процентов дорог в Германии это тоже бетонка и при этом автобаны. Автобаны без ограничения скорости. Поэтому вот такой тип покрытия абсолютно на скорости и безопасность вашего движения влиять не будет. Конечно, бетонные дороги это мощный удар по казнокрадам, потому что эту дорогу надо ремонтировать гораздо реже. С ямочным ремонтом ничего не получится. И просто так рассказать о том, что ну вы знаете, мы осенью латки положили, а весной они сошли, потому что была зима и мы переходили через ноль, уже не выйдет. Цементно-бетонная дорога где-то на тридцать, а иногда на сорок процентов дороже, чем асфальтовая, но, как говорится, это того стоит. Посмотрите на высоту этого покрытия, а ведь внизу еще подложка. И после того, когда построилась вот такая вот дорога, никакие фуры ей практически не страшны. При этом, насколько я знаю, цементно-бетонная дорога живет гораздо больше асфальтовой. Если асфальт где-то пятнадцать лет с капремонтом, то цементная тридцать. Понятно, что цементно-бетонную дорогу ремонтировать чуть сложнее, но у нас на самом деле в южных направлениях особо выбора нет. Много перегруженных фур, есть порты, мы аграрная страна, мы транзитная страна, нам нужны скоростные цементно-бетонные дороги. Вон, пожалуйста, посмотрите, какие огромные монстры ездят. Мы уже проехали сорок два километра, только один раз был участок дороги в километр или полтора, где мы внезапно с бетонки съехали на достаточно приличное асфальтовое покрытие, но потом все это безобразие закончилось и снова началась бетонка. В общем, неожиданно приятный сюрприз от наших строителей и было бы интересно узнать, кто для Украины эту дорогу строит. Это наши местные умельцы, либо мы приглашали каких-то заграничных мастеров. Потому что я знаю, что в Украине не очень много техники, которая способна строить именно бетонные дороги. А тут вот так сразу качественно много и хорошо. Для нас это редкость. Я сейчас даже уже запереживал, а что же будет вот с теми грунтовыми дорогами, которые с таким трудом фуры проложили по фермерским полям. А ничего страшного, пока эти грунтовые дороги я наблюдаю справа от нас. Пока инфраструктура сохранена на всякий случай резервная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На улице такой туман, что наша ласточка буквально за одну минуту полета полностью покрывается влагой. Главное, чтобы не намокло и не простудилось. Ковид не дремлет. Партнер нашего проекта Acer. Мне очень нравятся их ноутбуки. Вот этот из алюминиевого сплава. Я использую и как компьютер, и как подлокотник, и как взлетную площадку для нашего дрона. Очень полезная вещь в любом путешествии. А самое главное, это также отличное соотношение цена-качество. Я прекрасно помню этот отрезок дороги и вот тот автобус перекусик. Здесь были ямы по колено. Вот такая вот ужасающая грунтовка. А теперь посмотрите, что сейчас. Я просто не верю своим глазам. Я не верю своим глазам настолько, что мимо поселка Воссияцкая, я бы проехал сейчас, не обратив на него никакого внимания, хотя ровно год назад все это напоминало котлован после взрыва атомной бомбы. Здесь не было ни асфальта, здесь не было ни ничего не было. Здесь были какие-то ужасающие колдобины, через которые со скоростью два с половиной километра в час переваливались автомобили. Я просто вот сейчас развернулся в обратную сторону, чтобы проехать на бис специально для вас. Полагаю, что жители села Воссияцкая Теперь будут голосовать за Зеленского, даже если узнают, что он поедал христианских младенцев. Но также я не готов приукрашивать реальность. Сразу после села Воссияцкого, где теперь проложена отличная бетонка, у нас пошел старый асфальт или кое-где есть даже колдобины и наплывы. Незначительный, где-то метров пятьсот, семьсот, восемьсот, потом идет какая-то стоянка фур. И мне кажется, очень скоро мы будем выезжать из Николаевской области. И вот там впереди, по-моему, еще одно знаменательное место. Да-да-да, въезд в Николаевскую область, где была нами обнаружена грандиозная глубокая яма. После этого здесь провели ремонт, но вы знаете, яма прорастает изнутри снова. Я сейчас развернусь для того, чтобы мы сняли вот этот классический украинский латочный ремонт, который приводит к тому, что как бы деньги списываются, асфальт проваливается в тартарары. Не, ну, надо признать, что на фоне прошлого года это обычная бэйби яма, хотя потенциал у нее есть. Кировоградская область встречает нас с приличным асфальтом, но, похоже, на этом история с бетонной дорогой заканчивается. И это очень жаль. Ну, конечно же, по дороге на Кропивницкий мы никак не могли проехать мимо нашей любимой свалки возле города Бобринец. Хотелось проверить, как у них идут дела. Может быть, здесь тоже проходит какое-нибудь великое будивництво, но похоже, что как бы нет. Все по-старому, только летучесть кульков как-то поменьше. Украина в смартфоне. Так, так, слухаю. Так, так. Да, завозьте. Какие проблемы? Все примем. Ну, как-то так. Я, честно говоря, надеялся, что эту свалку в Бобринце каким-то образом причешут, но нет. Все пока остается по-прежнему. Субтитры сделал DimaTorzok Другой эпизод. Наверное, можно делать какие-то промежуточные, а может быть, даже и окончательные выводы. И первое ощущение, которое у меня сложилось, это то, что нас десятилетиями обманывали. Оказывается, многие вещи и многие дороги, которые были разрушены или находились в страшнющем состоянии, можно было отстроить и отремонтировать буквально за год. Также, основываясь на том маршруте, который мы проехали, видно, что стройка масштабная. Видно, что брошены большие силы. Но также видно, что нету до конца законченных проектов. Нету дороги там длиной в 170 километров, например, которая от и до настоящая, чистая и незамутненная Европа. Всегда есть какие-то 5 километров, 3 километра, 6 километров чего-то недостроенного. Старая дорога, дорога с ладками, дорога старая, но хорошая, но без разметки и так далее, и так далее. В общем, пока те маршруты, которые мы прошли, они не выведены к общему знаменателю и не приведены к какой-то, вот знаете, норме, к какому-то стандарту. Но при этом надо сказать, что самые страшные вещи, самые ужасающие дороги сегодня полностью отремонтированы, сегодня отреставрированы и сегодня просто построены огромные куски заново. И вот эти самые куски выглядят очень качественно и выглядят хорошо. Думаю, что если темпы не упадут, думаю, что если политическая воля у высшего руководства будет оставаться, то к следующему году мы получим уже по-настоящему единую страну, по крайней мере в смысле того, что ее соединят нормальными европейского уровня дорогами. Пока не автобанами, но дорогами точными. До Крепивницкого остается 25 километров и вот этот асфальт точно делал Незеленский. Это делали еще по переднике и приятно знать, что асфальт абсолютно не развалился и еще даже колейности нет. Что удивительно, потому что фур здесь ездит достаточно. Значит, хорошо строили. И уже на подъезде к Крепивницкому наконец-то я увидел первый весовой контроль и он работает. Вот заехала фура и сейчас будут проверять, как у нее дела с весом. Можно мы подснимем, как вы взвешиваете? Да, мы на YouTube канал. Спасибо. Пообщались с ребятами, очень контактные, все показали, все рассказали, ничего не стеснялись. И похоже, работу свою они делают хорошо. Весы у нас здесь автоматические. За день проверяется 200 автомобилей. Вот за утро уже проверили 50, ни у кого перевеса нет. Рассказывают, что сначала водители их ненавидели, а сейчас, а сейчас благодарят. Знаете, как вот алкоголики, которые благодарят за то, что им запрещают покупать бухло после восьми часов вечера и в выходные. Вот примерно вот такая вот незадача. Но, конечно, есть и достаточно приличное количество водителей, которые ездят с перегрузом, но не по этой дороге. Ночью, по рассказам этих же самых ребят, которые занимаются весовым контролем, вот там в полях они видят свет фар. Это те самые фуры, которые пытаются объехать весовой контроль и выехать на дорогу уже за ними. Понятное дело, что таких весовых контролей нам надо больше. И вообще нужно сделать так, чтобы на дорогу с поля заехать было невозможно. И тогда вообще будет настоящий вин-вин. Но не хочешь ты использовать нормальную дорогу? Хочешь ездить с перегрузом? Вот, да, едь по полю, по грунтовке 12 часов до Николаева. Все остальные будут ехать два. Норм. А потом тебя там и фермеры где-нибудь прибьют. Примерно будет вот такая вот история. Но, конечно, очень жаль, что таких весовых контролей на сегодня в Украине немного. До Крепивницкого из Николаева я действительно добрался за два часа двадцать минут. В принципе, аудитом великого будивництва я полностью доволен. Хотя, конечно, над некоторыми вещами еще придется поработать. Вы смотрели проект «Самые плохие дороги в Украине», которые на самом деле в 2020 году не такие уж плохие. Ладно, я пошел за бутылкой. Я уверен, что после нашего выпуска будет серьезный холивар, когда предыдущая власть будет утверждать, что все эти дороги запланировали и готовы были достроить они. Когда Зеленский будет говорить «минуточку», все это было построено при мне в течение года перед патронатом президента. Обе стороны частично будут правы, но мне как потребителю все равно. У меня как у потребителя всего один вопрос. Как так получилось, что вы 30 лет строите Одесскую трассу, вы в 2012 году готовитесь к Евро 2012, вы строите Гиперлуп, а потом к власти приходит комик и за какой-то неполный год успевает восстановить как минимум 90% самых убитых дорог в Украине. Притом восстановить на хорошем уровне. Задайте себе этот вопрос и, наверное, вы тогда получите ответ, почему вас не выбрали снова. Почему вы не победили на выборах. Вот я думаю, что ответ очень простой. Люди видят результат, голосуют за вас. Люди не видят результата, за вас не голосуют. Все, точка. А все вот эти пиар-компании, обещания, рассказы, это все уже не работает. Работают только реальные результаты. Я этим результатом большой стройки более чем доволен. Я вижу всплытие Атлантиды. Конечно, пока вот оттуда сверху все выглядит достаточно лоскутным. Где-то еще не все достроено, где-то бетонка переходит в асфальт. Но мы сейчас уже можем говорить о том, что в Украине появляются качественные европейские дороги. Их, конечно, в первую очередь нужно достроить, а во вторую очередь нужно сохранить. Ну и, конечно же, конечно же, было бы неплохо провести аудит расходов на все эти дороги. Потому что, ну, как бы мы все понимаем, в какой стране мы живем. И коррупционная составляющая никуда не исчезла. Но, по крайней мере, по крайней мере, в данном случае, я думаю, что крали все-таки с дорог, а не с картинок дорог, как это было ранее. Продолжение следует...